всем привет дорогие мои с вами снова не агара продолжаем немножечко вам расскажу то что я сделала тут за кадром у меня было задание как вы помните зайти в банк там на моем имени на моем имя был открыт счет да я решила что это не буду записывать в серию я туда сошла обменяла те деньги которые у нас были в другой валюте и там меня немножко погоняли что справка нужна потом еще одна справка в общем в итоге я забрала там свои деньги сходила на нашу виллу значит построила конюшню для плотвы повесила картины четыре картины меня было включая ту где обнаженный геральт на коне повесила мечи на стены и поставила себе эти станки там для точки мечей и так далее вот и сейчас я выбрала задание рыцарей прекрасной даме посмотрим что тут у них произошло спокойно моргал лежать кто спрашивает я ведьмак нашел объявление погоди-ка ведьмак такой как сказках и преданиях луиса герерры вот мне повезло то никто мне не верит что это дерево заколдованная барышня дафна из сказки а ты бы ее расколдовать мог почему ты решил что-то заколдованная девушка чего ты взял что это заколдованная девушка ну прихожу я на вырубку с моим псом моргал там подхожу к дереву замахиваюсь секирой рублю оттуда кровища как хлынет у меня аж челюсть упала а потом дошло это ж точь-в-точь как в истории про дафну карета и ведьмака с рысей скалы это из преданий и сказок герерры ну да сука издание второе исправленная иногда во я эти истории наизусть помню мне их бабка на ночь читала от корки до корки с послесловием и выходными данными откуда-то любовь к сказкам знаешь мне правда интересно откуда у тебя такая любовь к сказкам ты что издевается что ли нет просто мы живем в паршивые совсем не сказочные времена люди вроде тебя не часто встречаются оно и правда насчет паршивых времен значит тем более нужно сказки помнить папка мне всегда повторяла не знаешь как поступить подумай чтобы сделал рыцарь шахматного поля или благородная лондра так она меня вышкалила что если б я даже и хотел сделать иначе так сука не умею дай ка осмотрю ясь дерево только осторожно осторожно мать так подожди да что нету кнопку нажала о клясться что в шуме листьев слышен плач плачет серьезно из него действительно течет кровь самая настоящая человеческая кровь а кара в некоторых местах напоминает затянувшиеся шрамы и магия здесь есть медальон дрожит как сумасшедший так а шрамы то может и еще пытались срубить прям плачет жутко еще как-то можно тут что-то осмотреть а смотрите-ка пенек работа на ли соседи шла полным ходом очень странно что вокруг ветвы нет других деревьев да она как-то отдельно стоит что еще можно обнаружить пенечки пенечки ну же ничего такого больше подозрительного не вижу так геральт а вот что-то на камне так ладно вроде как выяснили и что ты дерево осмотрел да она сочится кровью и действительно выглядит необычно а я что говорил поговорим-ка об оплате моя помощь не бесплатно я простой дровосек деньгами у меня и не пахнет ну давай хотя бы вот как нибудь вот так идет как расколдуешь барышню я заплачу я тебе помогу только сперва подумаю с чего начать а что тут думать я уже все знаю барышня дафна и рыцарь гарет любили друг друга со страшной силой но чтобы стать достойным руки своей избранницы гарет отправился в поход на ведьму с рысей скалы когда гарет уходил в холмы в знак своей милости дафна повязала рыцарю платок надо думать рыцарь не вернулся не вернулся а она стояла здесь и высматривала его днем и ночью пока не вросла в землю не стало деревом интересно почему потому сука что ждала когда гарет вернет вернет ей платок потому как такая вот могучая тоска и сила любви так что поднимись на рысью скалу и придумай как расколдовать дафну я тебе дам свою книжку со сказками чтобы было туда заглянуть если что удачи тебе мы получили сказки есть что почитать на ночь хорошо правится на рысью скалу призрак дафны новая глава бестиарии мы что с призраком будем сражаться тут ой застряли так далеко ли нам пилить давайте полюбопытствуем да мне нужна платва там есть пара вопросиков и еще по дороге но наверное не будем заезжать так итак мы очень отклонились от основного сюжета бегаем бегаем тут по разным дополнительным заданиям но не знаю мне кажется оно каждое какое-то уникальное интересное и почему бы и нет стоять так здесь крутой поворот пошла там кто-то по карте ползает красненькие точки не пойдем на разборки о здравствуйте как бы нам тут залезть подожди плату ушам так так упс не торопись дай я слезу там есть мост и по нему тропинка ну не надо падать тихо они не нападают это не значит что они не опасны кто не нападает на те о пантеры тихо 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 ахахаха она такая встала уже так что тут нас собирали в мешке валялось вход новая метка видимо пещера подожди тихо не свались у меня же еще выше да я правильно понимаю да 31 шаг выше так приближаемся что же там обыскать хату а что вообще тут есть наверняка есть чем поживиться раз уж здесь жилье ведьмы но у нее тут такие клетушечки мило так подвешены в них это знаете типа заключенных держит где-то такие видели же да а там блин зайди ты ай геральт дом кажется жилым но никого нет посмотрю записурка какая там заметки о применении стеблей тысячи любопытно любопытно прах взяли так шкура странно ммм на стене предметы для чар или трофеи геральт тоже такой ммм давай сего смотрим тогда сломанная пополам стрела наверное приносит неудачу стрелку так кукла а с помощью этой куклы похоже накладывают проклятие плато шелковый платок не нашли если это платок дафны он поможет снять проклятие ммм обычно меня навещают только дикие коты а тут на тебе гость из дальних стран чего ты ищешь в моем доме упс ладно с полтора разберемся неужели ты собираешься расколдовать девицу в дереве если и так то что а то что это пустая трата времени тебе что никто сказок на ночь не читал даже ведьме с рысей скалы нелегко преодолеть силу тоски и любви а что случилось с рыцарем интересно что стало с ее рыцарем он добрался до тебя гарет да и он довольно быстро изменил свои намерения точнее это случилось после нашей первой ночи он оставался у меня довольно долго потом его одолела совесть и он решил вернуться к этой своей девушке он так до нее и не доехал да произошел несчастный случай ты приложила к этому руку конечно как я могу отдать моего мужчину другой женщине ни за что так я сам смогу даже не знаю может заставить ее не согласишься сама я смогу тебя заставить знаешь чего я не терплю больше всего похвальство и угроз особенно под моей собственной кровлей мы все еще можем договориться как ты же сейчас умрешь да ладно хорошая реакция геральт сейчас мы эту ахалай махалай покрошим ахалай ахалай что происходит так тихо так одна готова да 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 ты какая паразитка ой 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 геральт не надо умирать так давай быстрее восполняй здоровье то ай-яй-яй что то я погорячо я сказала что мы ее сейчас быстро один раз то она сняла полностью с меня гп ты меня победил похоже придется исполнить твое желание как положено по традиции ты знаешь зачем я здесь будь по твоему я тебе помогу я сделаю все возможное чтобы развеять заклятие которое удерживает дух этой девицы в дереве так а почему я должен тебе доверять почему я должен тебе доверять потому что я всегда держу слово но ступай уже остальным я займусь сама только не забудь о нашем договоре я сдержу обещание прощай как вы думаете сдержит вернуться к дереву я еще хочу у нее там что-нибудь пособирать интересно да рыцарь пошел такой а закрыто и остался с ведьмой так девушка бедная ждала его так долго кушмар нет тут не улететь с этой скалы так аккуратненько оп тихо 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 можно легко сорваться полетим такс там пантеры девочка я тебе не советую ходить в ту сторону кричит по любому там пантеры напали но они не хотят возвращаться зачем она побежала туда так бедная горожанка а кому там наша беда интересна где-то здесь да ведь уже недалеко что за день ах не пихайся интересно да когда пробегаешь все возмещаются если он их толкает но возмещаются праздно там свои фразочки у них угрожают уже некоторая не боятся ведьмака что ли там так ну где это у нас дерево то по-моему это не было так сильно далеко вот 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 оно ну-с ё-моё зачем он свалил куда-то этот яков кровь кровь свежая кровь и глубокие следы на земле похоже якоб бежал а за ним гнался его пёс да а что такое почему пёс решил на него напасть ну он такой какой-то да сидел еще я на него в тот раз обратила внимание какой-то а где твой он его сожрал да ладно оба сразу грохнуть его надо посмотреть что там с якобы ведьма вселилась что ли какой-то крик такой женский был твою мать ведьма освободила духа из дерева как обещала только не сказала что призрака охватили боль и безумие а вот оно что он вселился в первое попавшееся существо то есть в пса а тот убил якобы прощай благородный дровосек жаль что все так кончилось и деньжат мы не получим напоминает сказку но надо же по что ты верить ну то есть дух то мы освободили да раз пса убили так получается да задание выполнено какая-то грустная история сколько мы получили 7 куда же девать такое счастье 7 очков опыта давайте возьмем еще одно задание так кулачные бои ну тут надо будет бегать со всеми драться братская любовь вот интересно или не будем два сюжетных ну таких клубов интересно брать кулачные бои попробовать так чтобы ну как то серия разнообразить они у нас все в городе троих надо победить так ладненько хорошо я здесь да мне наверное ближе добежать вот сюда быстро потом переместиться ну печально что ведьма так разрушила жизнь двоих людей но вообще этот мужик второй царя этот конечно сам венуат на косарезе естественно ведьма ему потом не дала уйти так просто ну и девушку наказала ну как сказать наказала просто наверное ревность или как проплела ее так я уже добежала и мне куда поближе там получается сюда наверное вот это вот будет попроще добежать в прошлом дополнение по моему или даже в сюжетке основной было такое задание там надо было то ли пятерых победить не помню уже я вам рассказывала что я взяла даже мне ачивку дали взяла эту награду самый сильный там уже как-то вот еще дополнительное задание что будем брать? или пока оставим ты кто? лепо пельем но он тут пока и останется ничего страшного зайдем к нему победить швабру давайте сохранимся потому что мало ли так да и нужно мне поговорить с тем кто устраивает да а кто записывает а где а кто? не ты? не давайте ему передохнуть а поговорить швабра вот его не разговариваешь ладно значит ты будешь участвовать а чё нет? ты мужик главное крепко не удивляйся тут интеллект нужен не только сила швабра видишь ли необычный швабра да ладно я участвую а заклад ну давайте вот так заложим начнем да ты как лист трясешься погремушка потаскушка я мы щас эту Серегуа торгую главный на ринге шутник это я да ты что не вякнешь все выйдет херня так по любому надо врезать его да сам ты собака да лучше драться чем болтать действительно не люблю щелкать клювом бездолгу сейчас сложишь зубы на полку так так тихо тихо ну что счас сразу так так подожди мне надо место для маневра он 36 уровня стоит постоянно в блоке вот так сейчас хорошо мне это тоже досталось тут главное не зарываться сильно, а сейчас огребем отходить от него немножко навалять и отходить ай-яй-яй что мне там сделать бою невозможно я пытаюсь поклоняться сейчас нам бы его положить а то у меня тоже немного здоровья осталось эй нет он отходит почувствовал неладное у него еще там какой-то запас здоровья все опасно было нахватали ведьмак говорит нескладно и в шутках разбирается плохо зато бьет сильно геральт победил швабру ненжата получили еще двух противников а потом можно и с мастером драться тихий омут обычно где-то в верхнем городе у переулка рыцарей наживы а колосс на самой большой площади нижнего города так то есть это 3 а потом еще надо будет побеждать ладно ну я так предполагала как в тот раз 4 или 5 давайте возьмем это дополнительное задание пойдем дальше драться геральт как я рад тебя видеть ли папильон трубадур узнаешь привет у меня не было случая в этом признаться но знай я верный почитатель очень приятно мэтра лютика я знаю все баллады из цикла ведьмаке но чтобы мне самому так повезло в чем собственно дело ну дело-то замечательное пропал цирюльник жан-луи-людовик ты его спасешь а я сложу об этом песнь услышьте же люди глаз песни свободной а как спас про добрея ведьмак благородный расскажи-ка мне так что там с этим цирюльником он точно пропал да да наверняка с ним произошло что-то страшное жан-луи болезненно пунктуален ни на минуту не опаздывает открывая свою лавочку он наверняка будет польщен если я пишу его чудесное спасение а кто мне заплатит кто мне заплатит за поиски цирюльника я в конце концов такой случай предоставляется не каждый день но ты должен взять меня с собой я буду на ходу все записывать я согласен только за необычные заказы я беру больше понятно разумеется не возражает но как то не очень много денег да разумеется как тебе будет угодно хорошо хорошо я посмотрю что тут можно выяснить а ты если уж так хочешь шляться за мной по крайней мере не путайся под ногами разумеется ты меня даже не заметишь салон брадобрея вот тут рядом аааааа что такое есть последняя строчка Зачем он так заорал? Не, 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 муза, воспой, ведьмака. Мы вот это задание просто взяли, а продолжим своё по поводу где-то кулачный бой. Да, вот так. Потом мы с ним сходим на поиски цирюльника, просто чтобы не упускать, раз уж появилось оно. Ну чё, где? Гонорея, что? О боже, что я сейчас услышала? Он чё, за это деньги берёт дёшево? Ха-ха, есть желающая. Такс. Вниз. Тут наверх, да, вам? Или вниз? Нет, вниз. Ещё вниз, хорошо. Блин, ну и понастроили, а? Запутаешься. Так, не, ну город, правда, очень красивый. Прямо, супер. Так, двадцать, погодите. Вот. Сохранимся, да? А, меня уже сохранили. Галёво. Ну и чё, кто записывает? Горожанин, горожанин. Подождите. Участник состязаний. А где у них этот... А, вот. Нашла. Букмекер. Попробуем. Стараемся столько не нахватать. Так, ставочку. Давайте так же, может, 70? Вызываю тебя на поединок. Ой, ну зачем ему такая маска? Угу. Благородные дамы и достойные господа! Сейчас начнётся бой! Надо тут не торопиться, чтобы не проиграть. Но, если проиграем... Ой, господи. Всегда можем начать ещё раз. Ой, да блин, да что ж такое? Он тоже 36 уровня. Так. Ага. Ну, у него примерно понятная тактика. Он подходит, замахивается. А я ему... Как бы перехватываю удар. Ну, вот, сейчас я тоже получу. Вот, всё. Дамы и господа! Ведьмак победил в схватке неустрашимого тихого омута. Что это был за бой? Рыцарь свободен от своего обета и может показать лицо. Сильный у тебя удар. Точный. Поздравляю. Спасибо. Хочешь ещё что-нибудь добавить? Про то, что я женщина? А зачем? 13-й век на дворе. Теперь даже трактирщицы никого не удивляют. И не будешь говорить, что драться с бабой не по чести? Ха. Так говорят только те, кто боится проиграть женщине. Теперь от поединка с мастером тебя отделяет только колосс. Он сейчас где-то на Сан-Себастьяне, на самой большой площади Нижнего города. Угу. Колосса победить. Да, представляете, было бы обидно проиграть. Но она вроде как, если проиграешь, я вот поняла, не открывает лицо, да? Так, ещё вниз. Нижняя часть города. Что не так с моим пунктиром? Я вроде как приближаюсь. Но, о, прорисовался правильно. Я уже выручала, наверное, несколько раз в сериях. Просто пунктиры иногда вот так вот багуются и показывают тебе бежать назад. Так, сюда, да? Уже закат. Пока мы тут бегаем, дерёмся. После него, по-моему, мастер, да? Мастер, наверное, а потом чемпион ещё какой-нибудь. Всё понятно с девушкой. Так, сюда. Да. Что? Так. Дождите. Тут просто... О, колосс. Тут просто, если проиграем, мы проиграем деньги. Мы всегда можем вызвать его ещё раз. О, кажется, этот с виду знатный забияка. Эй, белоголовый, будешь драться с колоссом? Ну, затем мы пришли, ну, ну, такой, бугай. Ага, колосс это его имя. Опять ту же ставочку поставим. 70. Хорошо, давай драться. Эх, скучно. Мне неохота. Я для тебя слишком быстрый. Раз по тебе попаду, и ты уже ляжешь. Какой в этом интерес? Ну, проверим, что не лягутся. Тогда что ты мне голову морочишь? Отнимаешь моё время. Ладно, ладно. Что ты сразу надулся? Ты же ведьмак. Тогда сделаем так. Отобьёшь три моих удара, ты выиграл. Только ты сам не бей. Я тебя буду бить, а ты просто закрывайся, ясно? И если у тебя всё получится, я тебе ещё и ставку удвою. Такой ты щедрый. Нет. Я просто знаю, что у тебя не получится. Ещё никому не удавалось. Я слишком быстрый. Так что, отобьёшь три раза? Ага. Давай нормальный бой. Попробуем. Что за отобьёшь три раза? Эээ, слабоват. Веселья от тебя, ведьмак, никакого. Ну, будь по-твоему. Мне-то всё нормально. Да, мои господа. Начинаем кулачный бой. Ведьмак против колосса. Посмотрим, насколько ты быстро. Может, и правда говорит. Угу. Они все сначала удар наносят. Дед! Ты чё со всеми? Ты слишком быстро для тебя, а? Одна голя какая. О! Какой дед. Ну, я-то не сказала, что он шустрее, чем те. Тут я такой же удар схватила, как обычно. От тех хватало. Сейчас я его положу. Вот и всё. Боже мой. Понтов-то было. Ну. Ведьмак победил колосса в бою на кулаках. Это была жаркая схватка. А ты неплохо лупишь, сударь ведьмак. Спасибо. У него такие татушки дурацкие вот колосса. Много лет такого не бывало. Ты только что получил право вызвать на бой самого мастера. Спроси его в доках. Ой, зачем мне матеряться? Что за жесть? Так, ладненько, погнали. Ну, значит. В доке. Так, здесь вниз. Пробежимся. Ну, ночью, наверное, они там все разошлись. Надо будет помедитировать. Так. В Баклерии все спокойно. В Баклерии. Да, только еще бежать. Ну, тут, если бы мы бегали по открытой местности, там мы бы по лесу сократили бы. А здесь приходится все отбегать. Так. Женщина в капюшоне. Ходит ночью по улице. Что это вдруг? Да, я так думаю, что мы сейчас добежим до места, и там нет никого. Так, вот уже и порт. Добрались, можно сказать. Ой. Привет, куколка. Дорого берешь. Дорого. А вот, смотрите. Пьяный. Букмекер. Как бы мне найти бойца по прозвищу мастер? Мастер, маэстро, непобедимый. Это он, что ли? Это ты тот ведьмак, что повалил троих забияк? Да. Я пришел драться с мастером только. Он же пьяный. Мастер использует алкоголь, чтобы побороть робость. Это очень деликатный человек. По-трезвому он никогда б человека не ударил. Интересный способ. Драть с трезвым. Это как танцевать без музыки. Пьяный стиль. Ясно. Ты не слишком пьян. Да, видимо, нормально. Сойдемся. Да. Я тебя вызываю. Ща-ся. У меня свои правила. Я не блюю там, где ем, и не дерусь теми, кто пить не хочет. То есть... То есть пей, брат, или воль ли отсюда? Ну, видимо, выпью. Что делать-то? Размер заклада у нас увеличивается до 100. Да. Ну что ж. Ладно. 99. Как в магазине. Господа! Мастер будет драться! 99,9. Наконец-то! Сохраните меня. Да нет, сейчас как-нибудь попробуем победить. Это все бутылки под столом мы сейчас выпили? Надеюсь, нет. Можем начинать. Бухущий Геральт. Блин, мило. У этого сороковой уровень у мастера. Ну, мы ему все равно наваляем. Ох, мне нравится, как Геральт бьет с разбегу пинком вот так. Так, ну половину сняли, смотрите. Я пока еще плюх не нахватала. А, сейчас получу, да. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Пьяный мастер. Все, лежать. Хе-хе. 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 Чемпион классных боев, да. Побил меня. Такого столько лет не случалось. Хе-хе. Ну и кулачище. Ну шаю. Спасибо. Ну, надо выпить за это дело. Хороший бой. Я тебе так скажу. На самом деле, хорошо, что ты меня победил. Будет мне больше времени на любимую забаву. Ведьмак Геральт из Ривии стал новым чемпионом в кулачном бою. Браво! Круто же. Где мои деньги? Твой приз. О! Трофей дали. Кто не бьет, тот не живет. Деньги. Ну все. Замечательно. Меня даже еще сохранили. Пусть пока Геральт приходит в себя, мы с вами продолжим. Возьмем еще какие-нибудь дополнительные задания. И продолжим же в следующей серии. Если понравилось, не забудьте поддержать меня лайком. Писать свой комментарий. До следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok